Дорогие друзья, мы очень рады всех видеть, всех, кто к нам пришел. Честно говоря, я отлично даже не отдала, что мне казалось, что соберется человек 15, все выступили по очереди, и, собственно говоря, мы зайдем сейчас. Но вас пришло много, это значит только то, что мы все друг по другу очень сильно соскучились, это прекрасно. Почему вы не встречались каждый год или хотя бы раз в 5 лет, не знаю. Николай Иванович, только раз в 15, да, последний раз мы встречались на этой сцене, это 15 лет назад, мы отмечали тоже день рождения группа, и, по-моему, тем же состав. Ну, значит, ты приходишь раз в 30 лет. Ой-ой, не умею совсем сидеть и играть, но в микрофон никак не сделал, чтобы что-то не встали. Ладно, поехали потихонечку. Эпиграф такой будет у нас. Попомнишь, друг, команду с нашего двора, После военной над веревкой волейболка, Пока для секции нам сетку не украл, Четвертый номер, коли взять, известный вор, А первый номер на подаче, Владик Кок, Владелец страшного герцогового вечера, Который слепоманал, как у того, Но можно смерть установить из врача. Вы, конечно, знаете эту песню, я не буду ее петь целиком, А может, кто-то ее сегодня споет. Мне просто хотелось погрузить вас сегодня в какую-то атмосферу, да, Висборовскую. Юрий Иосифович Висборг всегда был одним из наших любимых авторов в клубе «Ваганка», И мы его песни, наверное, больше других пели. И поскольку, помните, там были слова, что и 30 лет прошло, Боже, 30 лет, и мы, а у нас сегодня прошло 30 лет, И нам показалось, что будет вот эта аналогия интереснее. И мы хотим пригласить вас в такую некую машину времени, да, Нам не хватает машины времени, вот, иногда. А иногда мы как-то ее пытаемся себя вообразить, и что-то получается. Вот посмотрим, получится ли у нас это делать сегодня. Ну, мы готовились, готовились к волейболу, Но сетку не взяли, мяки не убили. Собственно говоря, поэтому волейбол у нас возражаемый. Вы все представили себя замечательными игроками, зрителями, болельщиками. И главный, на наш взгляд, человек, волейболе, как мы посчитали, Как нам рассказал Леша Дудин, это связующий. А кто же у нас с вами, друзья мои, связующий? Давайте предположим. С вами даже неинтересно. Вы все прекрасно говорите. Вот и вот наш любимый, замечательный Николай Иванович, Путин Дополный Мелодий. Дорогие ваганды, я с удовольствием поздравляю вас с 30-летием. Путин Дополный Мелодий. Я хочу вам немножко рассказать, как на дуку сегодня, как все тогда было, Потому что вы не все знаете, и ваганды не все знают, как аргендовка на шкур. Мне было 33 года. Путин Дополный Мелодий, случайно, цифра. Легко. Я закончил филфорист ЛГУ. Была полная голова этих знаний, всякого хаоса в голове. И я хотел найти какой-то клуб песен, который бы позволил мне решить некоторые проблемы, которые тянутся аж с самого детства. И чтобы вы поняли, как был образован клуб, я должен вернуться в мое детство. Я родился в Донбассе, вот там, где сейчас бабахка, их стреляют. Не все здесь в России объясняют так, как там на самом деле. Мой брат перед Новым годом, говорит, 3 дней подряд бомбили до Кучаевска. Мы ничего об этом даже не знаем, но просто идет война гражданская настоящая по полу. Ну, ладно. И вот мне было, может быть, лет 7-8. Я безумно любил музыку, потому что не любить было нельзя. Вся родня, которая меня окружала, они были музыканты. Григорий Белашев, его песни пела вся Украина. Дядя Ницин закончил гнесинку. Племянник играл в Донецком цирке на саксофоне. Батя Тигалба. Я, в общем, невозможно было не любить музыку. И вот когда я услышал, что я родился в небольшом поселке между Мариупором и Донецком, и вот когда я узнал, что в нашу школу приехал педагог по вояне, я первым побежал записываться. Проскучил. Пам-пам-пам-пам. Николай. И на Александровне, смотри, педагога. Видишь, пацаны говорят, в футбол играют. Вот иди в футбол гоняй. Что угодно. Болейбол, как передо мной говорят. Но только не музыка. Я испытал сильнейшее унижение, которое потом стало моей путеводной звездой. Вот знаете, если есть мечтожество на свете, я был последним из этих мечтожеств. Я понимал, мечта была сумасшедшая. И эту мечту мне отобрали в детстве. Но потом случилось так, что Дина Александровна зашла в наш двор через примерно три месяца. Говорит, отдайте Николая на Баяну. А у нас было три брата. Я один из них. И когда она вырубилась от двора, я подбежал к родителям. Говорю, если вы меня не отдадите на Баяну, я покончу с собой. Вот такой парень был. То есть все цели были хороши. Потому что безумно хотелось бы сделать. Ну, в общем, три месяца я подзанимался. Это все мое музыкальное образование было. И вот к чему я все это говорил. У меня осталось вот этот комплекс неполноценности на всю жизнь, наверное, остался. Я его уже выковыривал, выковыривал. Но все равно я его чувствую где-то в себе внутри. И вот мне хотелось в течение своей жизни создать такую методику, по которой не нужно было человека спрашивать, как он имеет слух, как он имеет что-то еще музыкальное данное. И вы знаете, мне это удалось сделать. Вот сейчас я потратил большую часть своей жизни, но я создал методику, по которой нет просто необучаемого ученика быть не может. Если кому-то это будет интересно, я очень подробно расскажу или на нашем сайте, посмотрите. Я посвятил этому жизнь и не столько не жалею. Ну, чтобы к вам попасть, я преодолел две с половиной тысячи километров и нискоричко об этом не жалею. И нискоричко об истории дальше, как все у нас развивалось. Я сейчас живу в городе Феодосия. Очень люблю Крым. Для меня это такой же кресткий город, как и Санкт-Петербург. Ну, немножко отмотаем назад. И вот первая наша встреча, когда, собственно, и родились в Аганде, это было 30 лет назад, ну, может быть, чуть-чуть больше. Кто помнит этот год? Поднимите руку, кто был на этом... Вот видите, это люди, которые вот из того времени. Представьте себе, вот я еще один раз для себя сделал. Для того, чтобы какую-то крутую вещь сделать в жизни, нужно сойти с ума. Да, сойти с ума. Вы могли бы представить себя, вот, на моей месте, 33 года, парни, три месяца от роду в Аганде, и мы с ребятами предпринимаем решение. Какое? Ребята, давайте сделаем первый всесоюзный фестиваль. Он назывался, помните как? Не прервать связующий мир. Да, это был первый фестиваль. И я помню, что на этом фестивале давал задания ребятам, и сам же их контролировал, потому что он боялся все-таки три месяца. Ребята, не опытные. 36 городов мы приняли. Вот на этом фестивале. 36 городов, представляете? И я, конечно, не выдержал физически вселегки. Я вот как сейчас, помню, приходит... Миша, по-моему, ты даже зашел вместе с... Миша зашел, потом Леня духовный. Вы зашли, а я как Ленин в горках принимал. Я не мог уже ходить. То есть у меня температура была глубоко за 40 или далеко за 40. Тело все вот горело буквально. И, по-моему, Миша зашел с Ленинами. Все-все-все, лежи, мы за тебя все сделаем. Поэтому практически в фестивале я уже не проводил. Я просто лежал там вот так. Но нашлись люди, которые мне приехали, помогли. Мне были... Это был потрясающий фестиваль. Мы уже отдельно рассказывали. Один, чего Боря Бурдовской, который чемпиону проводил. Леня духовный из Киева приехал. Альфред Тальковский. Ну, я не буду сейчас перечислять. Там целая команда звезд, которых мы любим, уважаем. И вот с этого, собственно, начинается ваганка. А потом понеслась целая... Я хотя бы какие-то вехи вам расскажу. Для чего мне нужны были лично мне ваганты? Для того, чтобы проводить вот эти эксперименты. Ни один клуб не позволил здесь близко ничего сделать. Потому что, ну, это были другие клубы. Очень мы любили и во Востоке. И я всегда... Ну, там нельзя было сделать то, что мы сделали ваганках. И вот один только эксперимент расскажу с ребятами. Вот если кто-то присутствует сейчас с той экспедиции. Мы ездили во Встеру. Поднимите руки, кто вообще знает, кто же Встера? Вот так мы знаем Россию. Это потрясающий поселок. Десять тысяч человек там живет. И каждый третий потрясающий художник. Мы заходили в книжку к этим художникам. Но идея была другая. Нас пригласил один десантсмен. Он оплатил нам народу. И все. Все остальное мы делали сами. Наша задача была... Я научил моих ребят. Они преподавали уже. И они должны были научить других ребят. Вот представь себе, мы заходим в этот клуб в Амстерке. И вся деревня набилась в этот клуб. И это мы должны были все... Эту массу научить не было самомучиться. Было страшно. А идея какая была? Вот кто-то из ребят... Учителя были 12-летние. Кто помнит звоночки, не забыли? Нашей зоне. И вот каждый ребенок, да, поет. И это будущий мастер. И вот, например, там мастерская Зои Ивановой. Они за пять дней научили играть. И у меня где-то в архивах даже сохранился этот концерт. Вот это был мой первый опыт по работе вот с такими вещами. А потом в 2003 году мы первый семинар провели. Много людей приехало. И понеслась. Поездка во Францию. Есть ли у нас из той поездки, кто ездит? Есть, ребята. Вот здесь. Удивительная поездка, когда мы побывали... Митя и Телес. Побывали в таких удивительных местах, в которые, конечно, обычный человек не смог попасть, потому что это устраивала французская сторона. Были и в фестивале в Киеве мы ездили. Были победы. Вот у нас чемпионы сидят. И вот самые лисейшие фестивали. Мы к этому, в принципе, не стремились. Но самое главное, наверное, если бы мне сказали в двух словах охарактеризуйте ваганты, я всего два факта приведу. Ира Катровская, когда писала маленький отзыв, написала о пребывании в ваган, она писала, «Я родом из ваган». Ира, я не собрал? Нет. Я тоже, наверное, оттуда. Когда я говорил, что действительно все было замешано на каких-то особенных отношениях, и любовь, наверное, была главенствующей в нашем клубе. Я не помню эту цифру, но я не знаю, мы, наверное, могли посоревноваться с любым клубом. Вот сколько у нас было семейных пар, которые были именно в нашем клубе. Кость, не помнишь? Я тоже. Ну, поверьте, эта цифра была очень внушительная. Может, кто-то посчитает потом. Это действительно очень круто. Понимаете, просто так пары не возникают, они всех достроятся на людей. И вот я бы хотел вам пожелать, чтобы в вашей жизни тоже присутствовала составляющая. И еще буквально минутку возьму, потому что вас ждет сегодня потрясающий концерт, очень много выступающих. Я два слова скажу. Я сейчас проживаю в городе Феодосия, и теперь пока не там, это не какая-то случайная, это наши самые близкие родственники. Я организовал там студию, в которой приобретали Борцы культуры Чайка. Это один из красивейших там Борцов культуры, которые у нас от Бабаха или Феодосии. Современный, европейский. Мы проводим с 3 по 8 мая, если кто-то будет в Крыму, мы проводим крымский аккорд, будет проходить. Это будет семинар. Все это мы проводим гитарную школу моря, походы по Крыму. С гитарой походы по Крыму на авто. С гитарой мы в прошлом году проводили. Поэтому, если будет в Крыму, присоединяется. Очень интересная программа. Но сейчас я слово предоставляю ведущим. Я во втором отделе еще немножко спою, до вас мы так договорились. Спасибо большое, Николай Иванович. Огромное спасибо. Отсюда даже не было бы ни разговариваться, тем более, что есть прекрасный микрофон. Николай Иванович всегда был нашим замечательным рукой. В общем, там, где Николай Иванович, там всегда есть ваганда. Все прекрасно понимают. Если бы он жил в Америке, вы понимаете, что в Америке были бы ваганды, был бы Николай Иванович в уме, тоже не было никаких сомнений, были бы лунные ваганты, или же там марсианские ваганты. Это было бы прекрасно. Но хочется сказать, что Николай Иванович у нас как, наверное, мама клуба, да? Несмотря на то, что он не совсем... Вот. Но мы оттуда будем выступать. Но хотелось бы сейчас пригласить Михаила Тригера, который будет у нас папой. Ну, надо сказать, что Иванович Тиченко – человек, в котором постоянно что-то происходит. Вот это особый талант. Люди могут быть доверены при этом сомненько-поэтическим даром. А он доверен даром объединения людей. Детей, в частности. 30 лет прошло. Было 30 лет. Поэтому испыть надо, естественно, что-то из тех времен. Мы с Левой, с Левой и Лефитом решили немножко похулиганить. Сделать, потому что я сейчас достаточно редко имею инструмент в руке. Лёба – этот инструмент практически из рук и не выпускает. Да, я думаю, что сейчас мы с ним не репетируем абсолютно. По-хулиганению. Это будет первый сюрприз на сегодняшний вечер. Может быть, даже не последний. Потому что на самом деле песню Михаила Тригера я пою с 1984 года. 35 лет, когда я появился в Меридиане. И Эдик Котков привел меня в Меридиан. Вот так я узнал, тогда он у меня еще нет. Я его узнал, и стал учить песенки. И немного песенок поем. Вот две, которые мы сегодня совпали случайно. Михаила Тригера предложил, а я их, оказывается, помню. Так что сейчас попробую. Тем более, что одна из них про льва поэту. Ну что, песня Дэдбойкова «Исвящего счастья»? Ну что ж, коррор, ребята. Поймали где снасти над башней маяка? Созвездия зажгли. И окна не того, распахнутыми настижь, глядит из-за века притихший сонный лист. И окна не того, распахнутыми настижь, глядит из-за века. Питихший сонный лист, на сотню мелочи, удачьи и демей. На сотню мелких лет не делится беда. Когда в судьбе твоей гроза проходит мимо, то в чьей-нибудь судьбе она греет тогда. Когда в судьбе твоей гроза проходит мимо, то в чьей-нибудь судьбе она греет тогда. И если злой недуг, в сердцах не щековая дядь, ты щедростью своей им светишь до конца. Но жалко, что гроза проходит огонь твоей удачи, а драками свечей холодные сердца. Но жалко, что гроза проходит огонь твоей удачи, а драками свечей холодные сердца. Когда придет пора усталой и свежей, свой долг перед судьбой давно веку спала. А где-то до утра глядит с тоскою реже, как тань на воду черная луна. А где-то до утра глядит с тоскою реже, как тань на воду черная луна. Песня Вторая песня. Я спросил Леву, значит, поет Лева Лева. Он сказал, ты что, обалдел? У меня Лева зовут Левуанника. Это была одна из самых первых песен, которую я выучил. Песня называется «Тругой ветвь». Песня 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 Песня